Встреча с Комитетом Освобождения Причерноморья Встреча с Комитетом Освобождения Причерноморья Встреча с Комитетом Освобождения Причерноморья И сейчас я хочу выразить свое восхищение и искреннюю благодарность народу Канбаса. И сейчас я хочу сказать, что я очень благодарна для людей Донбасса, милитеров Донбасса, которые сейчас, спустя 12 лет, смогли реализовать в жизни наши идеи и нашу мечту, о которой мы мечтали еще в 2002 году. А тогда в 2002 году мы впервые узнали, что такое фашизм настоящий. После ареста все арестованные фигуранты дела были подвергнуты нечеловеческим пыткам. Потом был беззаконный суд, цинизм прокуроров и судей. И огромный срок лишения свободы. И тогда на леволюбе подходит и большая тюрьма преследований. Мне повезло. Мое место решения свободы находится и находилось на территории Донецкой Народной Республики. И решение Верховного Совета Донецкой Народной Республики я был освобожден и с меня были сняты все обвинения. И я думаю, что действительно не получается сейчас социалистическая республика. Но я с абсолютно уверенностью могу сказать, что борьба не закончилась и история не закончилась. И борьба будет дальше продолжаться. И борьба будет продолжаться именно за социализм. Именно на территории Республики Донбасса. Но в то же время мы должны помнить, что здесь совсем рядом стоит смертельно опасный враг, украинский фашизм. И вот я рад видеть большое количество иностранных товарищей и соратников. И я очень рада видеть большую количество иностранных коллегов здесь. И хочу просто вспомнить нашу общую историю. Когда наши отцы и деды вместе воевали в Испании на фронтах гражданской войны. Когда наши отцы и деды воевали на фронтах второй гражданской войны. Наши отцы и деды воевали на фронтах второй мировой войны, великой отечественной войны. Работали в подполье, рисковая жизнью. У нас общая история, как у настоящих коммунистов. И сейчас исторически сложилось так, что острее борьбы с фашизмом находится на Украине. И мы должны понимать, что если не будет организовано массового сопротивления фашизму на территории Украины. Война на Донбассе, обстрелы мирного населения, убийства женщин и детей не прекратятся никогда. Наши отцы и деды прекрасно знали, что договориться с фашистами невозможно и отгородиться от них невозможно. Их можно только уничтожить. Наши отцы и деды очень хорошо знали, что не возможно иметь какой-то согласия с фашизмом. Они могут только начать. Ну, вот я хочу, все уже устали. But that's why I understand that everybody are very tired. Я хочу конструктивно всех товарищей коммунистов из-за границы, Я хочу пригласить сотрудничеству с комитетом освобождения Причерноморья. Я хочу пригласить всех милитеров в Донбассе, всех остальных гостей, чтобы сотрудничество и работать вместе с Причерноморья комитетом освобождения. И вот тогда фашистская власть в Киеве рухнет. И мы сможем строить социализм не только в Донецке и Луганской народной республике, но и во всей Украине. И мы можем строить социализм не только в Донбассе, но и во всей Украине. Почему? Спасибо. Слово этого выступления предоставляется Павлу Кранчадину, общественная организация ДОМУ. Дорогие товарищи, я рад приветствовать на Татбасской земле, можно сказать, международный, уже интернационал. Сегодня Нарусья стала международным фронтом борьбы с фашизмом. Нарусья сейчас стала международным фронтом борьбы с фашизмом. Но нужно помнить, что фашизм – это детище капитализма, детище империализма. Поэтому мы должны не просто бороться с фашизмом и с теми, кто вскидывает руку кильверовскому приветствию нацистам. Нам нужно направить борьбу на причину возникновения этого фашизма, бороться с капитализмом и с империализмом. Но мы должны бороться с причиной для этого, с фашизмом и капитализмом. Сегодня, во всем мире, под руководством Соединенных Штатов, выстраивается мировой порядок, новый мировой порядок. И ни одно народное движение только в одной силе ни одной страны не сможет его победить. Поэтому нам нужно объединяться. Всех сил, здоровые силы всех стран, всех континентов должны объединяться в единую организацию, в единый интернационал для борьбы с империализмом. Поэтому мы должны объединяться. Все прогрессивные силы должны объединяться, чтобы победить первую силу в этом борьбе. Я думаю, сегодняшний форум – это один из шагов будущего интернационала. И наш форум – это хороший шаг для будущего интернационального. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... itting наrianную страну. Продолжение следует... Продолжение следует... В Европе, как неудачная оранжевая революция 2004-го года, антипериалистическое движение в Европе в Европе заняло жесткую позицию. Руководство НАТО пыталось провоцировать фашистское восстание против пролетариата. После неудачной попытки в 2004 году был организован новый проект, который привел к возникновению Вайдана. В нашей деятельности в поддержке антифашистской Украины и Донбасса Республики, мы должны реализоваться и ответить к интенсивной беседе и универсальной пропаганды, которое следовало нашим национальным медиа. В нашей деятельности в поддержке антифашистов и народных республик Луганская и Донецкая Республика, наша помощь народу Донбасса, это ответ на преднамеренную мистификацию, одностороннее освещение реальных событий и пропаганду наших национальных средств и массовой информации. Цель этой пропаганды – изменить реальный смысл событий, специально, чтобы запутать свою аудиторию, говорить о том, кто настоящий многих ангрессор, а кто настоящая жертва. Чтобы подорвать интенсивное сопротивление Донбасса. Ситуация же относится таким же образом на всех крупных телевизионных каналов, хилополь, газетах и на армию. Пропаганды повторяются таким же образом на всех крупных телевизионных каналов, крупных радио и крупных юстей, regardless of the political orientation of their ownership and funders. Донбасса, эта информация «благодарна» даже более сверху, потому что она находится в странах, которые ведутся в обеспечении украинских знаменитых 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 знаменитых. Мы не попали под эту ловушку, но мы знаем, что на самом деле происходит. Мы не попали под эту ловушку на воду. Мы не попали под это ловушку. Мы видим сопротивление Донбасса, как настоящий путь против юридической агрессии НАТО. Посмотрите, что происходит по другую сторону Карпат. Все же юридические интересы разрывают войны Богославия, Украины, Иракии, Паркестане, Палестине, Бире и Сирии. Все страны, которые находятся в зоне экономических и экономических интересов. Наменни, в том числе, в том числе, тупо страны с важным значением, даже если требуется использовать нацистские движения и задержать конфликты в серьезной технической почве. Для юристизма, на основе нашей политической агентации, есть, например, попытка привести к более-меншему революционным движениям, чтобы поддерживать и связать их коммунистские и прогрессивные организации с целью создать сильную организацию для революционных компаний. На основании этого мы решили поддержать сопротивление Нарвакса. Мы приняли участие в организации двух караванов антифашистов, и мы приняли участие в организации двух караванов антифашистов. Инициализированным антифашистским музыкальным коллективом «Банда Васульки» в солидарность с Республикой Донбасса. Мы организовали это вместе с другими организациями и донбассетами, которые распространены по всей территории Италии. Мы продолжаем продолжать продолжать проект называемый «Нарвакса и Пьетро», «Нарвакса и Пьетро», который включает три стадии. Первый, который сейчас находится, и который состоит из наших коммунистов в Донбасс, которые, за некоторое время, и в медиа и аудио-рекординге, мы интервьюем людей и снимаем фотографии в Донбассе. Поехали! В настоящее время мы увековечиваем главный проезд под названием «Зеша Банаса», который займёт на три части. Первая часть практически завершена, и она просматривает присутствие некоторых наших товарищей на Донбассе. В этот период мы осуществляем видеозаписи, аудиозаписи, берём интервью людей, фотографии, которые связаны с сменой жизнью военного класса. По тому же, они встречались со многими облаченцами, которые несут военную службу, организациями и деятелями прогрессивного военного класса для того, чтобы наладить длительное и прочное отношение. Другая часть этого проекта – это создание документального фильма, а также производство репортажных документаций и дневника из всех созданных материалов. а третья, последняя часть, она будет включать свою презентацию, это вот фильма, который произойдёт в планете Пуцарии и Италии. The international theme of the project is twofold. First, it allows us to get and strengthen our relations with many companies and progressive organizations inside and outside our countries. Две основные части проекта заключаются в следующем. Сначала оставаться быть в связи с Данбасом и усилить контакты с коммунистическими организациями и прогрессивными деятелями наших стран. А во-вторых, способствовать распространению достоверной информации о том, что в на самом деле происходит в Данбасе и, главное, дать возможность всему миру присутствовать в голос народа Данбаса. Стаблеты contribute to spread better information while it's gliding on on the battlefield and give voice to the Donbass people. This project is just one example of the common man we undertook at the beginning of Ukrainian tribes and which we would like to reiterate before you and symbolically in front of the whole Donbass people and anti-fascist Ukraine. The commitment is to develop the larger solidarity activity with Donbass people, to denounce the fascist and anti-proletarian elements of the mainland government, and to stand via his side the workers who are struggling against the neoliberal turning imposed by the and the people. Finally, we would like to remember and describe in working-class memory all the partisans who died fighting for the domestic assistance, the civilians, the civilians, the civilians, and all the political prisoners detained and torturing his name. together, the fascism became a tool in the hands of world imperialism and, first of all, in the hands of the United States of America, and, unfortunately, it is rather effective. Мы сегодня на нашем форуме собрались, чтобы выработать литейную позицию для борьбы с американским империализмом и фашизмом. И our goal, that's why we are gathered together today, is to set our common goals in the struggle against фашизм. На просторах бывших республик Советского Союза, фашизм первым поднял голову в странах Балтии. The fascism raised its head in the former Baltic Republics. Парады бывших прислушников немецких фашистов в Талине, Риге, Вильнюсе, стали прологом событий в Украине. So they took part long before the events in Ukraine. Сегодня эти страны помогают Украине, украинской культуре, как политически, так и оружием. И сегодня эти страны помогают Украине, украинской культуре, политически, так и оружием. Эти страны сегодня опять к членам Евросоюза. И эти страны, сейчас, они являются членами Евросоюза. И после нашего форума, коммунисты и фашисты Европы и всего мира. Должны через акции протеста после посольства этих государств. Своих национальных парламентов. И в парламенте Евросоюза оказывает давление. На эти европейские государства, политика которых направлена на возрождение фашистов. И которые стоят в арте антикоммунистической и антироссийской истерии. Такие совместные выступления должны проходить по всей Европе и всем миру одновременно. Так же в рамках нашего форума, мы должны проводить по всей Европе и по всему миру акции в поддержку тех государств, которые выступают против евросийских стран. Такими наши мероприятия приблизят крах планам американского империализма. И, конечно же, наши форумы и коммунисты, которые проводят по всей Европе и по всей Европе и по всей Европе. И приблизят к победе в оставшей Донбассе. И Донбассе будет выполнять много степей для их победы. Также я думаю, что силами тех организаций, которые принимают участие в противничном форуме, I think that all the forces of the organizations who are taking part in our forum today, надо одновременно по всей Европе провести акции в поддержку Донбасса. So they can support all sides, we can support all over the Europe to support Donbass. They can have names they can be called helped in Basque. So the investment may be very, very small sum of money, for example, one euro, but it can help to tell the truth about impassable people to other people in Europe. So common work will help us to win fascism and independence. And I want to begin with my speech with the words of the famous Che Guevara. Be communist and be it impossible. And I want to begin with my speech with the words of the famous Che Guevara. Be communist and be it impossible. The word of speech is given now to Anastasia Petirikova, the chairwoman of the civil government Young Guards of Lugansk. I greet you very much. My name is Anastasia Petirikova. Honestly, I didn't know before that today you will hold this event here in Alchevsk. I went to Alchevsk for my own questions and find out that here the forum of international solidarity is occurring today. I want to say to you on behalf of the inhabitants of Lugansk People's Republic, as the one who is involved in the civil activity, as the one who actually began the uprising of the people against this Euro-Maidan coup. I want to express my gratitude for your arrival here and for your participation in this event. Because we need international support as never before. Because we need international support as never before. Tomorrow we will have great celebration in the capital of our Republic. And if you have possibility we will be very glad to see you there coming to this celebration and celebrating this together with us. We want to show you that we are very glad truly that we are not part of Ukraine under given government rule. We want also to say how much we love Russia and how much we are grateful to Russia for its support to us. We want to say to you that Vladimir Putin is the most important person in the international sphere that supports us and no fear to speak about this. Yes, we have a difficult time here now in our Republic for every people, for all the people who live here. We have much of our infrastructure destroyed and many of our people have no income to buy even some food. And it is true. 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 But despite all these problems, our people continue to fight for the society which will not be subject to the fascist regime and the regime of Kyiv at all. We need your support. We need your support. We need you to tell the truth there in your mantras from where you came to hear. And it is not important for us whether it will occur in the newspapers or media or TV or some pages in the internet. Tomorrow, despite of this threatening of us by possible provocations and even shavings of our city, despite all of this, we will go and celebrate our Victory Day. We need you to celebrate the victory of our grandfathers that could overcome fascism. We need you to celebrate the victory of our grandfathers that could overcome fascism. We need you to celebrate the glory of our grandfathers that could overcome them all. И эти люди готовы идти до конца, пока не задушат фашизм и эту власть в самом городе. The people that are determined to go to the end until they will crush the authorities of fascists in its very rules. Помогите нам закончить эту войну. Но обязательно, чтобы это была победа, наша победа, победа Новороссии и жителей республики. So it will be the common victory, yours and ours, the common victory of people's republics. Thank you. Thank you. Thank you. Здравствуйте. Меня зовут Иразминистра Марианту. Я говорю от имени маленькой коммунистической группы из Греции. Так называется «Левая реконструкция». Вначале более подробное положение нашей группы я оставляю кабинету, чтобы сэкономить время. И просто пару слов так отрушить. Первое. Конечно. Так. Для начала поздравляю вас всех, дорогие товарищи и дорогие друзья. С великой победой. С нашим великим праздником. Второе. Of course, I want to congratulate you, my dear friends and dear comrades, with a great day of victory day, with our common day of celebration. Второе. Я очень хотела бы поблагодарить эту замечательную артистку, которая так восхитительно вступила раньше и так трогательно и душевно нас встретила. Secondly, I want to express my gratitude to this good and great singer who sang sometime before and it was a really touching and tender song. И третье. Уважаемые мои товарищи, я плохо говорю по-французски, но я могу одно слово по-французски сказать. «Je suis adessante». Итак. Всего три момента. Первый момент. Ваша борьба здесь, в Тонбассе, тем более борьба всего украинского народа, по всей Украине, в Харкове, в Одессе – это и наша борьба. Ваша борьба и Ваше дело очень важны и эти драгоценны для нас в одном смысле. Здесь происходит перед нашими глазами великое народное самостоятельное деятельность. Импровизация, я могла смело сказать. Я могу также сказать, что это как людская импровизация – это спонтаненовое действие для людей. Уважаемый Алексей Борисовец проводил вчера для нас экскурсию и объяснял, как придумывает вас народ способы, чтобы жить, выжить и жить. Уважаемый Алексей Борисовец проводил вчера для нас экскурсию, чтобы показать нам разные места и объяснить, как люди импровизируют и спонтанно действуют, чтобы жить каждую жизнь. Мы хотим использовать этот опыт в нашей борьбе. В Греции. Потому что у нас в Греции ситуация вроде Ирнания, но все таки фашизм в скрытом виде еще раз поднимает голову. Потому что мы можем видеть эту ситуацию в Украине, но мы должны увидеть, что в остальном мире фашизм также увеличивает свою активность. Второй момент. Как вам помочь? И вам, и нам. В этом плане, мы очень хотели совместные способы, первое, систематично получать информацию от вас и распространять Грецию. Как уже многие товарищи уже сказали. Более того, мы хотим найти способы доставлять вам помощь гуманитарную. Мы хотим найти способы доставлять вам помощь гуманитарную. Гуманитарную помощь, техническую и научную помощь. Эти ученые, которые добровольные хотели приехать сюда помочь и получать опыт от вас. Among us, there are many scientists who want to come over to here, help you and share their experience with them, but also accept your experience for them. And also people in Greece who want to accept visitors from you, from the bus to visit Greece for more or less long time. простых людей, детей, сирот, ученых. We want to accept as possible simple people, even children, even orphans and also some scientists. We felt important for us, as you know, here in this area also many Greeks live and there are also whole Greek communities in this area. We also feel that it is very useful for us to appeal exactly to this kind of communities. Особенно в качестве давления на наше правительство. Особенно в качестве давления на наше правительство. Который, к сожалению, разговаривает с правительством Киева. Тем более, недавно принесла греческое консульство из Мариуполя, по-моему Дмитропетровска. И, понимаете, в каком состоянии оставили там греческую общину. И, в том числе, греческое консульство из Мариуполя, возможно, в Дмитропетровске. В последнее время Западная Украина превращается в одно из самых темных мест мира. И только Ваша победа, дорогие товарищи, приведет хунту к концу. Но только Ваша победа, мои дорогие товарищи, приведет хунта Киев к концу. И потом все вместе мы будем строить новый мир, новый чудесный мир, новый мир для всех. После этого, все вместе мы будем строить новый мир, новый мир для всех. Потому что веками разница, кардинальная разница между организмом и фашизмом. Фашизм считает, что есть на земле лишние люди. Но это именно разница между Коммунистом и фашизмом. Фашизм считает, что есть много людей в мире, которые в мире не знают. Но Коммунисты считают против. Что на земле нет лишних людей. Мирность для нас всех. Спасибо большое. Спасибо большое. Это ощущение, что есть. И это не люди, которые не нужны. Всех людей нужны. И мир для всех. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ